Стрелок Это экранизация экшена Стивена Хантера с почти одноименным названием. Но название романа более озвучное и доходчивое. Снайпер. Произведение весьма смачное и имеет высокий рейтинг в определенной среде. Мимо такой популярности в Голливуде не принято проходить мимо. В итоге и появился фильм Стрелок. Главный герой фильма, старший сержант морской пехоты Боб Лисвегер, оказывается в Эфиопии, где должен осуществить боевое прикрытие отхода специального отряда, посланного в страну чуть раньше. В первой сцене в Эфиопии Свегер стреляет из снайперской винтовки М40А3. Марка М40 появилась в 1966 году. Ее основу составляет хорошо известная винтовка Ремингтон 700. Вес этой винтовки с учетом 10-ти кратной оптики 7,5 килограммов. Длина винтовки 1124 миллиметра. Длина ствола 610 миллиметров. Емкость магазина 5 патронов. На кузове грузовика мы видим крупнокалиберный пулемет ДЭШК. Свегер с легкостью убирает неприятеля. На хаммерах армии США можно увидеть несколько браунингов М2. Но об этой пушке мы более подробно поговорим в одном из следующих видео. Из М40А3 бравый морпех валит нахальных воинов Африки. Одного, второго, третьего и так далее. Напарник сержанта, второй номер снайперской пары Донни Фенном, поддерживал Бобби при помощи автоматического карабина модели М4А1 с оптикой ночного видения ПВС-14 и 37-миллиметровым гранатометом Коб Рэй. Карабин М4 создан на основе штормовой винтовки М16А2, но имеет более короткий ствол и телескопический приклад, что делает его более удобным для бойцов, перемещающихся в технике или при ведении боя в городе. Задание, как оказалось, было чистейшей подставой. Для надежности им обрубили связь, а потом еще и враги начали со всей тщательностью уничтожать. Для обстрела позиций с Вегера и Дони неприятели использовать несколько минометов М29, полят из АКМов. Для огнеметов было далековато, иначе и они бы были в кадре. Море рядом тоже не оказалось. Поэтому залп из крейсера тоже не давали. Зато прилетел вертолет. И тоже не с лучшими намерениями. Как итог, Дони отправлен праотцам, а Свегер Рассверипев снимает вертолет из Барретт М82А1. Этот снайперский комплекс имеет калибр 12,7 мм и предназначен не только для борьбы с живой силой противника, но и для поражения его легкой бронированной техники, РЛС, самолетов и вертолетов на стоянках, а также для борьбы с вражескими снайперами. Эту винтовку еще называют антиматериальной. Она действительно создана для уничтожения вражеской техники и материальных средств противника. Как по итогу Свегер разделался с остальной пехотой, нам расскажет только на словах. По неофициальным данным, он уничтожил процентов 70. Остальные бежали. Три года спустя Вернувшись из Африки в благословенные штаты, Свегер дембельнулся, завел пса и свалил в лесистый предгорье Арканзаса. Прошел год, второй, третий, и вот о сержанте вспомнили. Свегер понадобился таинственной организации, тесно связанной с ЦРУ. Отличника стрельбы попросили просчитать сценарий покушения на главного человека во всех Соединенных Штатах, потому что только Свегер с его немалым опытом убийств на расстоянии сумел бы рассчитать идеальную дистанцию, прицениться к погоде и спалить позицию стрелка с запредельного, примерно в 2 километра, расстояния. Наш герой согласился и первонаперво Бобби проверил, как это с расстояния в 1605 ярдов гарантированно пострелить человека. Причем вольнуть намертво. Результаты испытаний. Не очень-то крупная баночка тушенки, водруженная на пенек, вспорхнула огромным веером. Отставник использовал для эксперимента продвинутую винтовку модели Чейтак М200, предназначенную для поражения живой силы противника на дальности до 2000 метров. Винтовка является частью снайперского комплекса Чейтак Long Range Rife System, разработанного к 2001 году в Соединенных Штатах Америки. За основу при разработке была взята винтовка EDM Arms M96 Windrunner, от которой Чейтак М200 мало чем отличается. Использует боеприпасы 408 Чейтак и 375 Чейтак. Пуля патрона не имеет сердечника, она изготовлена целиком из медного сплава, так называемая точенка, что улучшает внешнюю баллистику пули. Имеет ручное перезаряжение и целый ряд дополнительных опций. Компьютер, к которому можно подключить набор различных датчиков, сенсоры ветра, температуры, влажности. Все это позволяет опытному стрелку поражать цели на дистанциях до 2 километров. Вес винтовки составляет 12 килограммов. Нашего героя снова подставили. Судьба, видно, у него такая. Оказывается, никто и не думал убивать президента США. Мишенью являлся патриарх из Африки, который пожелал рассказать народу Америки, что бравые спецназовцы со звездно-полосатыми нашивками выкосили африканскую деревушку, положив там поголовно всех мужчин, женщин, детей и стариков. Пока отставной сержант командовал, ну или скорее думал, что он командовал людьми из президентской охраны. Приставленный к нему продавшийся офицер полиции Стэнли Тиммонс решил его шлепнуть. Так нужно было по замыслу негодяев. Тиммонс стрелял из австрийского пистолета ГЛОК-17. Особенностью конструкции пистолета является отсутствие флажка предохранителя и курка. Принцип действия выхватил и стреляй. Предохранителя нет. Однако выстрел не произойдет без полного нажатия спускового крючка безопасного действия. Тиммонс сумел не промахнуться аж дважды. Но не тут-то было. Морпех, он и в отставке морпех. Пара пулевых ранений не помешала Свегеру спокойно покинуть отцепленный район, попутно нейтрализовать ФБРовца Мемфиса, забрать у него пистолет ГЛОК-17 и машину и упорхнуть от погони в протекающую неподалекую речку. Потом он выплыл из речки, спер еще одну тачку и поехал к Саре, бывшей невесте, убитого злыми африканцами напарника. Та после недолгих уговоров вспомнила свои медицинские навыки и как смогла подштопала нашего героя. А болячки, как известно, на героях заживают быстрее, чем на собаке. И Свегер сразу стал думать о страшной мести. Бывшая невеста бывшего напарника, красавица Сара, выдает из своих закормов Куи модель 600. Используя ее, Свегер шлепнул мимоходом тройку типов бандитской наружности, которые небезуспешно в этот момент инсценировали суицид слишком умного агента Федерального бюро Мемфиса. Делали они это очень затейливо, используя некий девайс с кучей тросиков и колесиков. Пистолет ГЛОК помещен в специальную установку для самоубийц, которая одета на Мемфисе. Решив, почем зря не шуметь, Свегер напяливает на винтовку самодельный глушитель, большую бутылку из пластика. Наверное, валялась где-то по пути. А может, колы купил, да выпил, хрен его знает. Подружившись с Ником Мемфисом, главный герой повествования узнает, что африканского старпера шлепнули из уникальной штуки. Она называется... Тактическая дистанционно управляемая система снайперского огня ТРЭП Т-250Д. Конструкция устройства представляет собой станок-треногу, на которой установлен поворотный модуль с винтовкой и набором камер. Снайпер, он же оператор, управляет системой с помощью пульта дистанционного управления. А в его распоряжении есть два монитора, отслеживающих данные с камер. Также известно о возможности передачи информации на командный пункт. В зависимости от комплектации, комплекс может быть дополнительно оснащен приборами ночного видения. Т-250Д является военной версией и способна использовать более мощное оружие, вплоть до крупнокалиберной винтовки Barrett M82A. Судя по показаниям дистанционного оптического прицела, можно понять, что установленная винтовка – это Barrett M82A1. Заодно они просчитали и киллера. Это было непросто. Ну что для двух бравых друзей сложности сыска? Правильно, фигня. Бандюком экстра-класса оказался Михаил Ощербяк. Инвалид, хромой на обе ноги, но не рассерявший мастерства. Бедного негра, несшего правду в массы, инвалид щелкнул аж двух километров. Потом все стало просто. Свегер и Мемфис зашли в ближайший магазин и купили парочку ремингтонов. Прикупили прицелы, закамуфлировали все это красочками да веточками всякими, что под рукой были, и отправились на дело. Давайте смотреть, каким оружием велась бойня на ранчо Михаила Щербяка. Уложив ФБРовца в кусты с Ремингтон 700 ПСС, Боблер рванул на штурм. Винтовка Ремингтон 700 ПСС была разработана в 1986 году. ПСС – это аббревиатура от Полиц Снайпер Систем. Ремингтон 700 ПСС был доступен под патроны 5,56х45 и 308 Винчестер с коротким стволом и 300 Винчестер Магнум с длинным стволом. Продажи этой винтовки были прекращены в 1999 году. По пути Свегер изничтожил четырех охранников дома. Кого зарезал, кого задушил, кого застрелил из Беретта 92 ФС и вовремя поспел к Щербяку, который во всем признался, раскаялся, вынес себе приговор и самоликвидировался из Вальтер П-99. Такой вот суровый мужик оказался. Вот только другие, а их оказалось немало, такими не были. Спецназ посыпался горохом. Во время штурма ранчо видно, как наемник смотрит через ночную оптику ПВС-14, установленную на его М4А1, несмотря на то, что сейчас светло. Первых двух Свегер убирает из Беретта М92 ФС. И тут бабахнули бомбы, те из магазинных товаров. Следующих спецназовцев наш герой уничтожает уже из М4А1, которую он взял у убитого солдата. Зная, что всякие там вспышки газовых и осколочных гранат не имеют эффекта для кинозрителя, режиссер поставил на напал. И не зря, рвануло феерично. И тут ведь как на грех снова нарисовался вертолет. Двое стрелков в вертолете стреляют из ручных пулеметов РПД. Морпех очень расстроился, обиделся и сделал из вертолета барбекю, используя подручные средства. В это время далеко-далеко. Злодеи похитили незаслуженно забытую нами Сару. Девушка геройски отстреливалась из обреза, сделанного из Ремингтон 870 Экспресс. Помповое ружье Ремингтон 870. Это гладкоствольное орудие, разработанное компанией Ремингтон Армс. История семейства начинается с 1950 года, когда представили первый опытный образец. Первые модели предназначались для охоты на зверей разных размеров. Высокий уровень сборки и надежная система перезарядки позволяют оставаться дробовику на пике популярности уже много лет. С середины 20 века было выпущено более 10 миллионов экземпляров разных версий. В 70-х годах прошлого столетия появилась военная версия дробовика, которая отличалась магазином на 7 патронов, установленным штык-ножом и накладками для предотвращения ожога владельца. Металлические детали снаружи защищены матовым покрытием, которое исключает возможность появления бликов и возникновения коррозии. По итогу наша бравая американка завалила одного налетчика, но на остальных патронов не хватило. В руках Джека Пейна Зигзаур П-226 с глушителем Mystic. Пистолет Зигзаур П-226 является прямым потомком модели Зиг П-220. Данная модель была разработана в 1981 году для конкурсов США по замене Кольта М1911А1 на новый пистолет калибра 9 мм. Главным конкурентом модели от Зигзаур был пистолет Беретто 92. Итальянский пистолет выиграл этот конкурс в связи со своей более низкой ценой. Несмотря на проигрыш, П-226 в короткие сроки стал очень популярен в мире и до сих пор производится в больших количествах. В общем, девицу украли. Забрали и увезли в тайное место. Предложили нашим героям обмен. Мадам на кассету с предсмертным бредом Щербяка. Стрелку забили среди горных вершин. Началась игра по правилам. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Глупые люди. Сержант Свегер в прятках всегда выигрывал. Так что и здесь спрятался так, что фиг найдешь. Трех вражеских стрелков Бобли Свегер завалил из Ремингтон 700 ПСС. А его товарищ из ФБР со знатным именем Мемфис получил только небольшой испуг и мастенькую гематому. Главный насильник и убивец остался без руки. Свегер последовательно отстрелил ему пару кусочков до самого локтя. Но мучился он недолго. Сара не простила ему пьяных приставушек с горьким исходом. И схватив Таурус ПТ-92, всаживает в негодяя аж 4 пули. Такого десерта организм гада переварить не смог. Под занавес Свегер был приглашен на суд. Там смог доказать всем, что у винтовки, из которой он как будто бы завалил африканского правдолюба, укорочен боёк. Но не стреляет она типа. По итогу нашего героя отпустили обратно в горы. Но и злодеи остались ненаказанными. Все почему-то стали ни при чём. Но сержант свершил свой суд. Короткий и однозначный. Могилой для злодеев стал загородный домишко полковника Исака Джонсона. Телохранители полковника Джонсона вооружены винтовками Хеклер Кох G36C. G36C – самый компактный представитель семейства G36C. С укороченным стволом длиной 9 дюймов. По сравнению с 18,9 дюйма на оригинальном G36 и 12,5 дюйма на G36C. И планкой Пикатинни для крепления различных прицелов вместо рукоятки для переноски. Свегер валит сначала телохранителей, затем выёбистого негра, потом помощника. Ну и напоследок самого сенатора. Старина Кольт М1911А1 растудил всё по-честному. Ты сошёл с ума! Совсем спятил! Я ведь ещё сенатор США! Не отрицаю. Ну и куда же без эпичного взрыва? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok